Братья и сестры, на самом деле я хочу представить сегодня вам библейский взгляд на источники радости в семейной жизни. Поэтому то, что я буду говорить, я буду говорить не от себя, а буду говорить из Слова Божьего. Поэтому вы можете это воспринять как Божьи слова. И я думаю, что, может быть, эти слова действительно не так много подарят вам юмора, как вы бы хотели. Вы привыкли на семейном общении иметь юмор. Но думаю, что они приблизят нас к радости. Итак, земная жизнь – это жизнь со слезами. И я где-то слышал такой рассказ, что во время создания Богом женщины ангел увидел слезы, которые были в ее глазах, и спросил, для чего ей это. И Господь ответил, слезами она выражает в свое горе, сомнения, любовь, одиночество, страдания и радость. Я бы еще добавил к этому и счастье. Я видел людей, которые испытывали бесконечное счастье. И при этом в глаза их были полны слез. Что можно увидеть в наших глазах сегодня? Я думаю, что то же самое. И горе можно увидеть, и сомнения какие-то, и любовь тоже можно увидеть. Кстати, от любви тоже появляются слезы. Одиночество, страдания, радость, счастье – все это то, что могут выразить глаза человека, если туда заглянуть. Ну и, конечно, слезы. Слезы бывают по различным причинам. Сегодня хотел бы себя спросить, и чтобы каждый из вас, чтобы вот как-то вот эта лекция была не эффектная, но эффективная, но прагматичная. Чтобы она, ну, что-то принесла реально вот в нашей семейные взаимоотношения. Я думаю, что семья для нас, вот, источником счастья и радости. Можем ли мы сказать, что, ну, мы счастливы, вот как брат Саша сегодня говорил, что у него, сколько ты сказал? Семь. Семь источников радости, да. Ты включил туда и жену свою, да? А тещу не включила. Зачем лицемельно? Спасибо, да. Каковы реальности в нашей жизни, братья и сестры? Давайте просто, ну, может быть, скажем, а может быть, просто посмотрим. Вот, что можно сказать об этой семье? Ну, что во взгляде этой женщины? Обиделась, да? Обиделась. Бывает такое у нас или нет? Бывает. Что здесь? Ну, здесь какая-то грусть, не знаю, то ли сомнение, то ли неуверенность какая-то вот во взгляде этой женщины, то ли еще что-то. Может быть, это не обида, но что-то другое. Ну, а что здесь? Ну, а здесь уже что-то посерьезнее, да? Это уже, ну, а тут вообще. Это то, что более знакомо нам, да? Конечно, в мультиках это можно было бы так выразить, но очень часто дети из-за этого курят люльку, да. То есть, образно ображаясь, дети пропадают, когда нету гармонии, согласия семье. Это реальность. Я думаю, что если бы взять статистику, взять 10 семей, посмотреть, сколько у них понимания гармонии и радости, сколько того, что мы увидели, то, конечно, явное большинство было бы негативного. А что можно узнать из Библии о, так сказать, радостях семейной жизни? Вот перед нами картинка, ну, может быть, не все разберутся, кто это, кто. Здесь изображена Элия, и рядом с ней Иаков. Хотя он пытается заглянуть ей в глаза, но на самом деле, вы знаете, что она была нелюбима. И она это ощущала каждый раз. И он открыто ей говорил, что я тебя не люблю. Вы знаете, как пережить это женщине? Вот вам и семейка. А вот еще одна семейка. Вот муж тихо и мирно спит, можно сказать, на руках у своей жены. Вот, ну, прям гармония, идиллия жизни. А его тем временем стригут. Это кто такой? Самсон, да? Ну, вы знаете, да, что она постригла, он потерял силу, приспала его, а потом пустила в дом филистимлян. Вот такая гармония, так сказать. Ну, а здесь вообще классика. Ну, по свидетельству того сайта, откуда я скачал эту картинку, здесь изображена Соломия и ее мама. Ну, какая Соломия? Конечно, Соломия это дочь Ирода. Ирода Великого, который был во время, после уже рождения Господа Иисуса Христа. И вы знаете, что его жена, ее называют Иродиада, она, в принципе, имела все. И богатство, и славу имела, и уважение в обществе, и, ну, абсолютно все, о чем мечтает современная женщина. Ну, что ей не хватало для счастья, вот что ей нужно было подать на блюдце, так сказать. Да, к сожалению, да, вот он тоже семейка. И вы знаете, что Ирод, он сильно огорчился. На самом деле, он не хотел убивать Иоанна Крестителя, но боялся своей жены. И он дал клятву, и просто уже не хотел, вот, все это нарушать. Поэтому сказать о том, что радость, слез радости больше, чем слез печали, как в семьях современников, так и в тех древних семьях, о которых рассказывает нам Библия, мы никак не можем. Вопрос стоит в другом. Почему это происходит? Давайте попробуем разобраться. Иеремия 2 глава. Ибо 2 зла сделал народный. Меня, источник живой, воды живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Совершенно очевидно, что человек пытается самостоятельно решить, как свои проблемы, так удовлетворить те или иные запросы своего сердца. И, естественно, ему кажется, он это может лучше сделать без Бога. Он не учитывает тот факт, что Бог его создан. И плоть его, и все его существо, его душа, его интеллект, его дух. И лучше, чем Бог, никто не может удовлетворить все потребности человека. И когда человек ищет какие-то источники вне Бога, это кончается плачем. Об этом говорит Иеремия. Вот один из таких источников, я бы сказал, ложных источников, это плотская радость. Когда люди ищут радости в удовлетворении своей плоти. И не просто ищут, когда люди живут этим. И, собственно, ничего другого, высшей ценности в их жизни нет. Вот здесь в этом тексте из Писания рассказывается о том, как древний царь Езекия, когда пришли к нему знатные гости из другого царства, он повел их в свой дом, а потом повел их в дом Божий. И показал все те драгоценности, которые есть у него. Ну, вы знаете, когда гости к вам приходят, вы же не ведете их в помору или в спальню, где там все разбросано. Ведете в большую комнату и показываете, какая мебель у вас. Если у вас квартира с ремонтом, если у ванны у вас плиточка, вы ведете в ванну. А если нет плиточки или нет ванны, то вы никуда не ведете их. Это понятно, что мы хотим чем-то похвалиться. Но интересно то, что перед этим Езекия, вы знаете, что он болел очень сильно. Он был при смерти, его не могли вылечить, сказали, что он умрет. И написано о том, что молился Богу и плакал, и сказал, Господи, продли дни моей жизни. И Бог продлил ему жизнь. И казалось бы, что целью, смыслом вот этой жизни, которая, можно сказать, была вырвана из лап смерти, должно стать то, чтобы служить Богу. Но ценности его другие. Когда приходят знатные гости, он не говорит о том, что у нас есть живой Бог. Мы читаем закон Божий, мы служим Богу, мы поклоняемся. Он хвалится своими драгоценностями и тем, что у него есть материальным. Это присуще человеку, к сожалению. И люди радуются, что у них есть, и хотят показать и похвалиться. Я вчера смотрел новости. Ну, я редко смотрю в последнее время, но попал. Вот всегда попадает так. И там один из депутатов давал интервью. И этот корреспондент говорит, ну, почему депутаты всегда одеваются и все дорогое носят? Он говорит, а что дорогое? У меня часы всего за 500 долларов. Вот так сказал. То есть я понял, что за 500 долларов это дешевые. Вот, Володя, мне за 100 гривен достал, и то я думаю, что это дорогие. Вот, а за 500 долларов, кажется, это еще дешевые часы. Ну, сколько нужно для счастья человеку? Сколько нужно, чтобы удовлетворить нашу плоть? Вот, есть такой рассказ про восточного мудреца. Мулана Средины его звали. Ну, известная личность, такая легендарная, что умер его... Что он был очень печальным. И встретил своего друга, и друг говорит, ты что такое печальный? Он говорит, умер, дядюшка мой. Ну, говорит, умер, ну и что? Говорит, наставил мне наследство 100 тысяч динариев. Он говорит, так отрадоваться надо, а не печалиться. Он говорит, подожди, это еще не все. Умер второй дядюшка. Вот. И что тот спрашивает? И тоже оставил меня, но уже 200 тысяч динариев. Он говорит, ну ты вообще сумасшедший. Так тебе надо вообще сейчас его ходить. Я говорю, да, но ты же понимаешь, в чем моя печаль. Вот как вы думаете, в чем его печаль? Кто-то может угадать? Третий дядюшка жгойщик. Нет, больше нет дядюшек. Руслан Вечеринка Мула. Все кончилось. Вот, поэтому если у вас еще есть тетюшка или дядюшка, то у вас есть... Да, ну на самом деле... То есть, вот этот пример показывает, что человеку всегда мало. Ты никогда не удовлетворишься, что бы ты ни имел. Это ложный источник радости. Поэтому в послании Коринфянам написано, я сказываю вам, братья, что время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего. Вопрос не стоит в том, чтобы мы не пользовались благами цивилизации. Я не думаю, что нам нужно уйти в пустыню, создать свои монастыри. Я был в Соединенных Штатах Америки, и там в центральной части, в штате Пенсильвания, там есть так называемый Amish Country, то есть страна людей Amish. Если кто-то видел их живых, они в шляпах ходят, таких монашеских длинных балахонах, я не знаю, как его правильно назвать, света нет у них, телевизоры на лошадях едут, и они отказываются от благ цивилизации. Но на самом деле, конечно, это не вопрос в том, чтобы уйти от этих благ. Вопрос в том, что эти блага, они должны быть источником нашей радости. Ну, мы не раз видим, как кто-то примеряет, например, жены примеряют сапожки, а мужчины галстуки примеряют. И это для них настолько важно, что если вдруг не будет то, что нужно, то большая-большая проблема будет. Ну, братья мечтают о Скутеле, конечно. Многие, те, кто купили, уже мечтают себе продать. Так что мечты бывают разные. Ну, кто-то вот такую любовь мечтает получить. Такое сердце, так сказать, долларовое. Кто-то покушать любит. Ну, есть любители покушать. Это такое серьезное дело. Вот главное, чтобы был нормальный бутерброд. Ну, кто-то думает о благе цивилизации. Я не думаю, братья и сестры, что кушать – это грех. Или если вы купите Скутер, то вы будете иметь грех. Но если, скажем, у вас Скутера нет, и вы ходите как побитый, и вы считаете, что в этом смесе жизни, то это является реальным грехом. То есть, пользуясь благами цивилизации, мы не привязываемся к ним, и они не могут быть источником нашей радости, потому что эта радость плотская. Еще один ложный источник радости – мы перейдем к истинным. Ну, эмоциональная радость. Перед нами картина, когда Христос въезжал в Иерусалим, и вы знаете, что множество народа написано, постелали свои ветви. Некоторые даже были в таком восторге, что снимали одежды, чтобы Христос прошелся. Они считали, что нужно как бы дорожку постелить ему из всего этого. И они восклицали Осана Сейна Давидову. Ну, казалось бы, такая эйфория, такая мера, что просто такой идеальный пример, всплеск эмоций. Ну, проходит некоторое время, вы знаете, что случилось с этой радостью? Написано, что когда Христос стоял уже перед Пилатом, он же сказал, какое зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни, распни его. И среди тех, кто кричали, были те, кто постелали свои одежды. Почему так происходит? Что в один день человек говорит, слава Богу, а в другой день он уже забывает Бога и живет своей собственной жизнью. Потому что многие люди нуждаются в такой эмоциональной радости. Ну, вы знаете, что эйфория, побед и головокружение от успехов, они уходят так же быстро, как и приходят. И они очень похожи на мираж. Вот когда мы смотрим на эту картинку, и даже не верится, что это мираж. На самом деле там пустыня, нет воды. И то же происходит вот с такой эмоциональной радостью. Ну, о чем мы говорим, более конкретно скажем. Это чувственные фильмы и сериалы. Ну, привязываются сестры, особенно братья не очень. Вы помните, была Роза Мария там. И кто еще был? Богатые плачут, и бедные плачут. И казалось бы, вот 50-я серия, и будет конец. Но как раз конец на таком, что если я не посмотрю 51-ю, то вот. И не то, что захватываю. Это страшно было. Поэтому развлекательные программы. Конечно, мы знаем, что есть какие-то там программы, в том числе юмористические. Но, как сказал один юморист, спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать. То есть, на самом деле, состояние плачевное. Ну, гордость за свои успехи тоже может дать эмоциональный всплеск человеку. Какие-то эмоциональные мероприятия, именины, свадьбы, вечеринки и так дальше. Люди очень вдохновлены вот каким-то таким собранием. Конечно, это интернет-общение, социальные сети. Ну, Саша на эту тему уже много говорил, как надо себя вести, если вы туда попали. А я скажу, если можно, то не попадайте туда. Да, в сети, так сказать, и не надо будет никак себя вести там. Ну, конечно, некоторым людям там надо быть, я так думаю, тем, кто призванный, скажем. Потому что это тоже такая сфера, как и в тюрьму миссионерам мы посылаем. Это, наверное, еще хуже, не легче. Ну, гордость за детей, увлечение их земными достижениями. Я тоже заметил, что родители очень часто, ну, просто их, ну, поражает эта гордость. Я даже вот здесь, в селе нашем, есть одна женщина, которая с такой гордостью рассказывала, как дочь к тебе будет выходить замуж, какая будет свадьба, какие гости, какой оркестр, какой зал. Ну, и буквально за два дня перед свадьбой дочь заболела, ее забрали в срочную больницу на операцию, и свадьбу отменили, скажем так. Это могут быть даже эмоциональные церковные мероприятия. Вы знаете, вера многих людей построена на эмоциях. Ага, приехали в гости, было такое собрание, много людей каяли, сплакали, и я плачу. Но когда вечернее собрание, там мало людей, я уже унываю. Поэтому как плацкая, так и эмоциональная радость, они очень временные и непостоянные. Когда мы говорим об истинных источниках радости, о чем мы говорим? Об истинных источниках радости в семье. Есть три момента. Первый, радость в том, кто мы есть на самом деле. Второй, радость в том, что Бог нам дал. И третий, радость в том, что нас ожидает. Об этом сегодня уже пелось. Итак, радость в том, кто мы есть. Вот интересный пример человека, который покаялся. Это стражин. Написано о том, что он покаялся немедленно, крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Господа. Вы понимаете, какая это радость, когда семья приходит к Богу. Вы знаете, что эта радость сопровождает человека на протяжении всей его жизни. И никакие неудачи не могут разбить этой радость и покидеть ее. Вы знаете, я даже не знаю, как это передать словами, потому что те, которые имеют вот эту радость, они знают. Радость спасения – это неприходящее чувство, которое дарит нам и прощение, и светлость такую в душе, и смысл, и надежду, и уверенность. Освобождение от того, что мешает нам жить. Это первички плохие, друзья, ценности земные. Друзья Господи приходят к нам с этим. И если продолжать вот эту мысль, то двойная радость, если вся семья христианская, это уже не передать, братья и сестры. Потому что общие цели тогда у людей, молитва общая, ценности одинаковые, воспитание детей, они уже не спорят, потому что ведут детей в собрание. Вместе поют псалмы, читают. Если есть конфликты, значит они могут разрешить их на основании Священного Писания. Гораздо больше возможностей. Вместе благодарят Господа. Вы знаете, это невозможно переоценить. Проблема в другом, что многие христианские семьи этого не ценят. Вы знаете, что иногда христиане имеют претензии какие-то друг к другу в рамках христианской семьи, особенно молодые семьи, которые начинают свою жизнь. Но они даже не понимают, какое благословение они имеют, что они являются Божьими детьми. И я не хотел бы сравнивать, но мне приходится быть в таких семьях, где муж неверующий, или жена неверующая. Ну, поверьте, это сражение каждый день. И то, даже в этих условиях, спасенных Богом человек, может иметь радость спасения от Господа. Поэтому нам надо помнить, что мы не просто семьи, ну, те, к которым это относятся. Мы христианские семьи. И в этом истинный источник нашей радости. То, что мы можем вместе читать Библию, вместе петь псалмы, и вместе молиться. И это то, что никогда не пройдет. То, чем нам надо дорожить, и что нужно ценить в нашей жизни, и помнить об этом. И, скажем, если, конечно, у кого-то этого еще нет, ну, что я могу сказать? Все, что можно сказать, это идите, бегите к Богу, пока еще есть возможность, и время было приятнее. А, конечно, у тех, которые, может быть, вторая половина неверующих, молитесь, как написано, должна всегда молиться, и не унывать. Второй источник радости, это радость в том, что Бог нам дал. Посмотрите, у Петра сказано, что от божественной силы его дарованы, но нам все было потребно и для жизни. Но дарованы нам через познание призвавшего нас славою и благостью. А в Римлянам сказано 8.32, что тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, как с ним не дарует нам и всего. Вы знаете, братья и сестры, что многие вещи Бог нам уже дал, но иногда мы забываем об этом, что это Божий подарок, и просто не ценим, не ценим то, что уже есть. Человеку всегда хочется чего-то нового, чего-то большего. Это пример Руфи. Вот насколько вот эта женщина языческая, которая обратилась к Богу живому и стала частью Божьей семьи, уже Божьего народа, насколько она умела ценить тех, кто послан ей Богом. Вот посмотрите, после того, как умирает ее муж, она принимает решение вместе со свекровью пойти в ее страну. И мы читаем, Руфи сказала, не принуждай меня вставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Как вы думаете, любила ли Руфи свою свекровь, если она так сказала? Ну, здесь, наверное, больше, чем любого, хотя больше уже ничего пойти не может, но насколько она к ней привязалась? Ну, вы знаете, что люди могут привязаться, могут не привязаться. Почему это случилось? Или была на имени уже очень такой хорошей? Ну, нам сложно сказать, я думаю, что она была обычной женщиной. Но, на самом деле, Руфи просто не выбирала, потому что, ну, есть такие люди, которые постоянно что-то выбирают, постоянно что-то ищут и ничего не могут найти. Руфи могла ценить и любить тех, которые рядом с ними. И она пошла уже со своей мамой, можно сказать так, в далекую страну, доверяясь ей. И там она сказала, что одна смерть разлучит меня с тобой. Или, скажем, второй момент, когда ей нужно было идти на поле, вот что она говорит, что я пойду на поле и буду подбирать колоссия по следам у того, у кого найду благоволение. Вот некоторые говорят, что мы еще посмотрим, куда пойдем, туда или туда пойдем. Посмотрим, кто там есть, что за хозяин. Она говорит, что кто будет, тот будет. Кто будет ко мне расположен, там я и буду собирать. То есть, вот так просто все воспринимает. Ее сердце открыто для тех, кто послан ей Богом, кто рядом с ней, кто ей встретится. Я не знаю, что это доверие, скажем, или просто стиль жизни, или просто умение любить и ценить тех, кто рядом с тобой, мне сложно сказать. Но вы знаете, что чем кончилась эта история? Она кончилась большим благословением, потому что в том, что Бог потом дал ей, она нашла огромную радость. Вы знаете, что, конечно, в итоге она вышла замуж за богатого, знатного, важного человека в Израиле, за Ваоза, стала его женой. Она родила сына. Это тоже было очень знаменательно. Ну, читающие Библии знают, что он же стал дедушком Давида, царя Давида, и он вошел в родословную Иисуса Христу. Вы помните, уже потом, как Наиминь взяла это дитё на руки. Ну, вы можете себе представить, как эти две женщины радовались. Вот, еще какой-то период назад они шли с Малавицких полей, и одна потеряла мужа, и другая, и шансов никаких не было, и мрак, перспективы нет, надежды нет, абсолютно ничего нет. Тут через какой-то период они уже держат этого ребенка, и радости их нет конца. Вот. Ну, это поистине большое-большое благословение. Братья и сестры, многие из нас, многие из нас, обратите внимание, уже давно имеют то, о чем Руфь в свое время могла только мечтать. Писание говорит нам о том, что Бог дал нам многое-многое в этой жизни. Как сказано, что нет никого, кто бы что-то оставил ради Христа, и не получил его сто крат больше, об этом сказано в Марков 10 главе. Многие из нас имеют дом, имеют хлеб насушенный, имеют одежду, имеют детей своих, которые, как Саша говорила, являются источником радости, имеют свою семью, тех, которые Бог дал нам, включая, и тещу, конечно, вот, и имеют друзей каких-то вокруг себя. Ну, какие это друзья? Ну, друзья могут быть разные, но если бы мы могли привязываться и любить наших друзей, быть дружелюбными, скажем, и ценить, то однозначно, что радости от этого было бы больше. Имеем работу и, скажем, все, что нам осталось, это просто ценить. Ну, тут вопрос выскочил уже на экране сам, наверное, чтобы мы побыстрее двигались. Вот, почему должны мужья любить своих жен? Вот кто-то из вас знает, вот причина. чтобы не было проблем. Интересно. Да, еще есть версии какие-то или нет? Вот почему, о чем мы их должны любить? Живи написано. Не, мужья. Видите, выбора нет, другого не оставляет. Ну, написано, вот почему должны любить. Мужья, ну, кто у нас есть там? Давайте, подключайтесь. А какая причина? А если не было написано, то нужно любить, чем можно и не любить? Чи терпите надо? Ну, вот кто-то скажет или нет? Ну, Андрей же подчитал уже, наверное, лекцию. Любите своих жен, написано. Своих жен. Вот это и есть причина. Многие говорят, что у меня нет любви, это я когда-то любил. Знаете, если у вас плотская любовь, то да, пока она молодая, первые годы, там, что-то будет. Но потом, вот, начнете крутить воловой, и может такое случиться, что и свою потеряете, и другую не найдете любовь. Но Библия говорит о том, что Бог дает нам любовь, любовь неприходящую. И если Бог дал нам жену, братья, то Бог даст нам и любовь. Поверьте мне, я не верю в то, ну, некоторые мне заявляли, ну, не важно, что мы женились в Господе, мы не любим друг друга. Я им говорю, так написано в Библии, любите врагов ваших, даже такое написано, вот. Так, как тогда можно не любить человека, с которым ты делишь и трудности, и радости каждый день? Это, это просто дикость какая-то. Просто нужно ценить, Бог тебе дал, что-то прекрасное, хорошее, жене, мужа, мужу, жену дал, все, все, что осталось нам, нам. Это просто принять и ценить то, что Бог уже нам дает. И это может стать таким неслыханным источником радости. Дарить любовь, даже если один лебедь белый, а другой бывает и другого цвета, скажем, какой он там, серый или черный, ну, бывает лебедь, а бывает просто утенок, скажем. Ну, по-разному бывает, все бывает. Но, тем не менее, мы должны дарить любовь, внимание, понимание, общение, забота, благодарность, поддержка, верность. Наконец, о чем пели наши друзья с Рунзе, группа, как называется группа? Струны сердца, да. Ну, Саша Слободенюк сочинил эту песню о верности, действительно, она очень-очень прекрасна. Поэтому, если мы вот научимся оценить, научимся вот дарить им все это, то посмотрите, какая радость потом придет в ваше сердце. Это неслыханно, это невозможно передать. И последнее, что я хотел бы сказать сегодня, это последний источник радости, это радость в том, что нас ожидает. Ну, братья и сестры, наша земная жизнь дарит нам успехи и неудачи, дарит нам скорби и моменты бесконечного утешения и мира. Но, как бы не была хороша или плоха земная жизнь, мы знаем, что мы здесь не вечны. Писание говорит о том, что жизнь человека 70, а при большей крепости 80 лет. Поэтому Библия говорит о том, что мы не должны себе собирать сокровищ на земле, где моли, ржа и море подкапывают и крадут. Ну, здесь на фотографиях кто-то знает, что здесь или нет? Ну, Саша, наверное, знает. Очередь, вот зачем была очередь недавно? Ну, в Китае, да, iPad, iPad и Apple. Ну, там была настолько большая очередь, я тоже посмотрел кусочек, что люди бились там, в обморки падали, готовы были, ну, стереть с лица земли за этот новый iPad или iPhone, я не знаю, какой-то Apple-овский, и, ну, человек поднял, это бесконечное счастье, ну, может, вы все не знаете, вот Сергей мой знает, что через три месяца уже выйдет новый, и это будет старый, его можно будет разве что подарить, ну, может, нет, через три месяца, через полгода, но достаточно быстро обновляется сегодня электроника, но для человека это чуть ли не цель и смысл жизни, мы должны смотреть в будущее и понимать, что даже какие-то во время, в тех временных скорбях, которые есть у нас, братья и сестры, вот, даже в этих временных скорбях мы можем иметь радость, почему? Вот, вы знаете, как написано Юадия Теана, женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, ну, братья это не знают, хотя Саша знает, да? Ты был и видел свои глаза, да? Скорбел, не стесняю. Ужас. Чуть не лопнул. Конечно, дай Бог здоровья тебе и всем остальным мужьям, которые готовы к этому. Но написано, когда родит младенца, не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Я не знаю, или так Юля выглядела, да? Вот, когда ей принесли эту крошечку. Вы знаете, точно так же у нас есть вот радость о будущем. Радость в том, что что-то Бог приготовил для нас. Смотрите, как говорит Писание. Так и вы, теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Вы знаете, от нас могут отнять многие вещи. Иногда мы теряем материальные вещи. В Евреям написано, что верующих того времени отняли имение. Они все равно радуются, радовались. Иногда могут отнять у нас здоровье. Годы жизни отнимают некоторые люди. Иногда отнимают свободу, но никто не может отнять у нас радости, потому что это радость с неба. Она от Духа Святого. Это радость предвкушения того, что Бог приготовил для нас. Я когда-то выучил такое стихотворение наизусть, ну, сейчас я уже его не смогу процитировать. Я только взял три куплета, потому что это было еще в моей молодости. И вот там это известный наш поэт Николай Водневский. Он говорит так, мы идем по одной тропинке, где подъем и тяжел, и крут, где роняют слезу, рассинку, но идут, до конца идут. Нет, не все в нашей жизни сладко, есть и горечь, мы не таим, ни одна роковая складка пролегла по щекам моим. Знаю я, мы идем к рассвету, встанем рядом под тихий дождь, слава Богу, дорогой этой нас ведет всемогущий вождь. Вот интересно, что когда я искал вот это стихотворение, потому что я уже забыл его, я искал его в интернете, я наткнулся на другое стихотворение Водневского, которое он написал в память о своей жене Ане, с которой они поженились когда он после плена, он был в плену в Германии, и уже когда освободили его американцы, то он там поженился, пленул, тоже с украинской девушкой, и потом они вместе мигрировали в Америку, ну и это была многодетная семья, но жена его умерла, и вот он рассказывает, что он однажды пришел на кладбище постоять у ее могилы, и вот ему показалось, что он просто слышит, как она говорит с ним, и он записал эти слова, и получилось одно из его стихотворений, «Я успокоилась в Боге, я не болею теперь, бросьте свои тревоги, Господу больше верю, он ли тебе не поможет, кто же для тебя родней, я отошла, ну что же, ты на пути ко мне, будем в той встрече, рады, буду тебе сестрой, Коля, не плачь, не надо, и у могилы не стой», ну, благословенные слова, конечно, их нельзя читать, так сказать, без чувств, минуты, а на самом деле у верующих даже в такие минуты есть надежда, есть источник радости, что на небе, ну, мы встретим уже сестру, но это будет не меньше, чем жена, поэтому, есть те вещи, которые у нас никто не похитит, братья и сестры, это вечная жизнь с Господом, это город с золотыми улицами, который говорит нам книга Откровения, это новое тело без боли и страданий, это новая семья христиан, верующих, где царствует любовь, это озаряющий свет от присутствия Иисуса Христа, написано, что святинника там не будет, потому что Агнец будет своим светом озарять настолько, что ночи не будет там, это какое благословение попасть туда в небесное царство, поэтому, ну, что такое вот какие-то вот эти земные наши неудачи, ну и, конечно, участие в небесном служении и поклонении. Для верующих это очень важно, братья и сестры, вот многие спрашивают, а что мы там будем делать? Братья и сестры, поклоняться, служить Господу, петь Ему новую песню, в этом тоже радость, я не знаю до конца формы этого поклонения, но точно знаю, что оно будет, поэтому вот эти вещи у нас никто не похитит. цитата известного сподвижника веры Тертулиана сказал такие слова, «Какая же это прекрасная чета, чета двух христиан, объединенных одной единственной надеждой, одним единственным желанием, одним порядком, одним служением, оба дети одного отца, служители одного владыки, ничто не разделяет их ни в духе, ни в плоти». Ну, благословенные слова, и вы знаете, что мы, многие семьи, которые здесь сидят, мы все это имеем. Так в чем же печаль? Может быть, просто забыли, и может быть, просто не ценим. Поэтому давайте помнить о том, что и плотская радость, и эмоциональная, это все ложные источники, которые быстро проходят, и которые не несут, может быть, иногда несут в себе веселье и смех, но не несут в себе истинной радости. Давайте помнить, что истинными источниками радости является то, когда человек спасен Господу и принят в его Божью семью. Когда человек испытывает в себе благословение окружающих людей, когда Бог его благословил во всем, и он видит это, и ценит это. И когда человек помнит о том великом, прекрасном и небесном обетовании, который Господь ему послал. Ну и последний уже четверг с Тищей, неизвестно мне автора, который сказал такие слова. Семьи, творения небес, первозданные, свет направляющий, стопы в мгле, браки счастливые, Божьи приданные, людям, чтобы помнили рай на земле. Пусть Бог благословит, чтобы в наших семьях тоже был рай. Аминь. Аминь.